Диарея Когда возникает, нужно разбираться, с чем она связана. Нередкой проблемой диареи, причиной диареи является прием антибиотиков, который предшествует ее возникновению. Понятно, что критерием здесь является жидкий стул более трех раз в сутки. И тут важно отметить, что это может быть как на фоне антибактериальной терапии, так в течение двух месяцев после ее окончания. Это очень значимо. В то же время принципиально важно, что есть хронологическая связь с приемом антибактериальных средств в отсутствие других этиологических факторов. Что нужно сказать? Это проблема гетерогенна, что определяет дифференцированный подход к профилактике заболеваний в ведении больных. Но, в общем-то, и прогнозу этих больных он отличается. Прежде всего, мы должны понимать, что непосредственно воздействие антибактериального препарата на стенку кишки может быть причиной диареи. С другой стороны, есть влияние на состав микробиоциноза, кишки. И здесь два варианта. Либо это идиопатическая антибиотика с церной диареей. Чаще всего это без интоксикации. Это большая часть случаев антибиотик с церной диареей. Как правило, никаких дальнейших рисков не возникает. Просто прекращаем прием антибиотиков. И во многом ситуация разрешается при добавлении пробиотиков. А вот другая проблема, когда она связана с лострадиоидом диффицили, вот эта уже ситуация может быть очень серьезной и требует особого внимания. Итак, если мы говорим про непосредственное воздействие антибиотика на стенку кишки препарата, это хорошо известно как для амоксицелина, особенно в комбинации с клавулановой кислотой. А уж классикой жанра является воздействие макролидов, которые являются прокинетикой, поскольку они являются агонистами рецептора антилина. И эритромицин даже используется в клинических исследованиях прокинетиков в качестве стандартизированного прокинетика. Что важно? Во-первых, при таком виде антибиотика с церной диареей не происходит увеличение объема каловых масс, не возникает электролитных нарушений, а диарея купируется самостоятельно после прекращения приема антибиотиков, которые прекратили воздействовать на моторику. Второй вариант, когда действительно уже есть модуляция микробиоза, микробиоциноза, но это и диапатическая антибиотика с церной диареей, она связана как с прямым бактерицидным и бактериостатическим действием на определенные штаммы за счет эффектов антибиотика, так и влияние на сложные патогенетические взаимодействия между бактериальными видами. Здесь прерываются цепочки утилизации синтеза отдельных веществ, которые могут оказывать прокинетический эффект, и причиной это является воздействие антибиотиков, вследствием это является повышение моторной активности кишечника, повышение синтеза серотонина, либо непосредственно микробиотой, которая стимулирует энтерохроматофиноподобные клетки, либо даже некоторые виды микроорганизмов самостоятельно вырабатывают серотонин, плюс повышенное газообразование, метан, водород, они оказывают воздействие на стенку кишечника и вызывают диарею. То есть это механизмы, которые могут быть разнообразны и сочетаться по-разному. Но что важно, при идиопатической антибиотикосцерной диареи нет никаких значимых клинических отклонений в анализах, в крови нет лейкоцитоза, нет увеличения скорости оседания эритроцитов, при эндоскопии не выявляется макроскопических изменений слизистой оболочки, и ситуация протекает достаточно благоприятно. А вот ситуация, когда у пациента антибиотикосцерная диарея связана с инфекцией клостридиоиды с дефицелем, может быть крайне опасной, поэтому, конечно, этому уделяется очень большое внимание и считается актуальной проблемой мирового здравоохранения, потому что это определяет рост заболеваемости и смертности, расходы на лечение. Вы видите, что в США 20 тысяч случаев клостридиозе с дефицелем ассоциированной диареи заканчиваются смертью пациента. Почему мы говорим не клостридиум дефицелем, а клостридиозе с дефицелем переименовали в 2016 году, поэтому новый термин считается более правильным. Описаны токсигенные и нетоксигенные штаммы клостридиозе с дефицелем. Те штаммы, которые продуцируют токсины А и В, как раз и являются причиной антибиотикосцерной диареи. Основной путь передачи этой инфекции фекально-оральный, но известно, что существует довольно много бессимптомных носителей, которые в течение длительного времени являются носителями данных штаммов, и они никак себя не проявляют до наступления некого события, например, приема антибиотиков, который меняет микробиоту и ведет к реализации токсигенных эффектов клостридиальной инфекции. Особенно сложной группой источников являются инфицированные, которые уже получали антибактериальную терапию по поводу клостридиозе с дефицелем ассоциированной диареи. Но вот если посмотреть европейские исследования госпитализированных пациентов, то мы видим, что клостридиозе с дефицелем выявляется в 19% случаев. То есть это очень много, понятно, далеко не у всех из них реализуется патогенный эффект данной бактерии. Но вот основные факторы вирулентности – это белковые токсины А и Б. Они инактивируют фро-ГТН-фазу эпитриоцитов, разрушают актиновый цитовый скелет клеток, вызывают их аптоз, некроз, повреждают эпитриальный барьер слизистой оболочки толстой кишки, активируют воспалительные процессы. Ну и в конечном итоге возникает та самая ситуация, когда мы видим токсическое повреждение слизистой оболочки, сопровождающаяся диареей, сопровождающаяся системными эффектами. Какие факторы риска антибиотикоциированной диареи, связанные с клостридиодией с дефицелем? Вы видите, что это возраст старше 65 лет, иммунодефицитное состояние, длительный прием ингибиторов протонной помпы. Мы понимаем, что ингибиторы протонной помпы снижают эффективность защиты от внешней среды, кислотный барьер в этой ситуации важен, поэтому да, это фактор риска. С другой стороны, в рекомендациях по введению больных с клостридиодией дефицелем диареи говорится о том, что если ингибиторы протонной помпы факторы риска, но если ингибиторы протонной помпы показаны, то они не должны отменяться. То же самое касается глюкокортикостероидов, химиотерапии, длительной госпитализации сама по себе, повторный прием антибактериальных средств. Поэтому в этой коготе нужно обеспечивать профилактику, направленную на поддержание микробиома в условиях антибактериальной терапии. Итак, если мы обратимся к клиническим рекомендациям российским, то, в принципе, мы говорим о том, что антибиотики должны использоваться рационально, по строгим показаниям. И это один из важнейших методов профилактики антибиотико-сцированной диареи. Во-вторых, в качестве первичной профилактики обсуждается роль пробиотических штаммов, в частности сахаромицетов булардий, CNSC-M-A745, этот штамм мы знаем по препарату Энтерол, тем больным, которые получают антибиотики для профилактики антиклострадионизации фицеля от сырной болезни. Почему мы говорим о том, что только некоторые штаммы пробиотиков способны снизить риск, об этом говорят метаанализы. Видите, что в группе приема пробиотиков 8% против 17% в контрольной группе, здесь лактобациллиус равно, ZG, могут быть полезны. Ну и сахаромицета буларди, которые почти наполовину снижают риск формирования антибиотиков с циррной диареей. Какие правила важно соблюдать? Во-первых, пробиотики должны назначаться вместе с приемом первой дозы антибиотик, а если есть возможность назначить их до назначения антибиотиков, это еще лучше. Пробиотики должны сопровождать все лечение антибиотиками, а затем продолжаться как минимум 2 недели после завершения курса антибиотикотерапии. Метаанализ демонстрирует, что наиболее эффективна доза пробиотиков, если их 10,9-10,10 степени колонии образующих единиц, поэтому важны современные пробиотики, в частности, энтерол. Опять же, если мы посмотрим на ряд систематических обзоров, распубликованных в последние годы, мы видим, что в обзоре 2018 года проведена оценка 22 наиболее распространенных пробиотиков и установлена наибольшая эффективность профилактики и лечения антибиотика с циррной диареей, сахромицетов, булардии, то есть энтерол, смеси из трех штаммов, лактобацилиус, лактобацилиус, ацидофилиус, козеи, киромнозус и моноштамм лактобацилиус козеи тоже способен обеспечить такую профилактику. В другом анализе 2015 года, метаанализ 23 рандомизированных клинических исследований, наибольшую эффективность продемонстрировали 4 пробиотика, среди которых сахромицета буларди, козеи, то есть все те, о которых мы только что говорили, конечно, в этой ситуации энтерол показал свою эффективность. Есть еще одна работа 2020 года, которая обсуждала уже возможность первичной профилактики кластридиозе с дефицелем ассоциированной диареей, и здесь также выделены только 4 пробиотика, среди которых на первом месте отмечен штамм сахромицета булардии, входящий в энтерол, которые значимо снижают риск возникновения антибиотик ассоциированной диареи. Почему он работает? Здесь есть ряд механизмов, которые помогают обеспечить профилактику, здесь и прямое ингибирующее действие на токсины кластридиозе с дефицелем. Вы видите, что ингибируется адгезия токсина А кластридиозе с дефицелем к капиталиальным клеткам за счет продукции протеазы, которая активирует рецептор для токсина А. Препятствование образования биопленки кластридиальной, стимулируется образование антител против токсина А, способствует нормализации состава кишечной микрофлоры, что в целом важно для того, чтобы не реализовывались патогенные свойства кластриди, которые могут присутствовать в составе микробиота, но будут супрессированы за счет кишечной микробиоты и за счет увеличенной продукции короткоцепочных жирных кислот, которые также являются способом контроля данных патогенов. Ингибирование продукции провоспалительных цитокинов, образование вторичных желчных кислот крайне важно для ингибирования вегетативных форм кластридиальной инфекции. Итак, кластридиодиофицили-ассоциированная болезнь – это заболевание, которое развивается при снижении разнообразия кишечной микробиоты и при избыточной колонизации кластридиодиофицили, что взаимосвязано. Токсины повреждают слизистый эпителиальный барьер, развивается воспалительный процесс стенки толстой кишки, а характерным проявлением является диарея. Но псевдомембранозный колит – это тяжелое неспецифическое воспаление толстой кишки, которое возникает при ряде разных этиологических воздействий, в том числе и кластридиодиофицили, но это не единственное воздействие. При псевдомембранозном колите возникает повреждение эпители и снижение кровотока слизистой оболочки, а характерным признаком служат фибринозно-гнойные наложения на слизистые оболочки толстой кишки, что, собственно, эндоскописты и описывают как псевдомембраны. Токсигенная кластридиодиофицили – да, это наиболее известный этиологический фактор, но могут быть и другие факторы, поэтому кластридиодиофицили – ассоциированная болезнь и псевдомембранозный колит – невзаимозаменяемые термины, обращаем на это внимание, а среди других факторов отмечается ряд других бактерий, лекарственные препараты, включая астероидные противовоспалительные препараты и препараты для химиотерапии. Некоторые заболевания толстой кишки, в частности, микроскопические колит, воспалительные заболевания кишечника, ишемические колит могут сопровождаться такой эндоскопической картиной. Отдельной проблемой является наличие кластридиозии за дефицеля у больного воспалительным заболеванием кишечника. Здесь возникают серьезные сложности в дифференциальной диагностике, а если они сопутствуют друг другу, то более тяжело протекает атака язвенного колита и повышается риск необходимости хирургического лечения у данных пациентов. Принято различать легкую степень кластридиозии с дефицелями ассоциированной диареей, это когда диарея есть, есть абдоминальная боль, но нет системных эффектов. При тяжелом течении возникает водянистая диарея с кровью, гипоальбуминамия или экоцитоз, более 15 болезненностей при пальпации живота, а при осложненном течении, помимо этого, наблюдается лихорадка, превышающая 38,5 градусов иллюз, изменение сознания, повышение уровня лейкоцитов больше 25, либо лейкопения, ну и тяжелая органная недостаточность, это состояние, которое несет высокую угрозу смерти. Итак, когда мы говорим про диагностику кластридиозии с дефицелями ассоциированной диареей, крайне важно изучить анамнез, понять связь диареи с приемом антибиотиков, и затем назначить лабораторную диагностику, подтвердающую наличие гластрадиальной инфекции. Рекомендуется для лабораторной диагностики только образцы жидкого стула, по брюссельской шкале 6-7 типа, у пациента, у которого впервые возникла диарея за последние 24 часа, то есть должно быть более трех эпизодов стула, неясного генеза, в такой ситуации показано, тестировано на кластридиальную инфекцию, обратите внимание, что отдельно подчеркивается, что не рекомендуется проводить лабораторное обследование, на наличие кластридиальной инфекции пациентов без диареи, без симптомами, потому что может быть кипердиагностика и последующее необоснованное лечение ванкомбицином, метаггазолом и другими препаратами, которые применяются для лечения этого состояния. Рекомендуется использовать не менее двух методов лабораторного тестирования образцов стула у пациентов с диареей неясного генеза, и в этой связи у нас есть ряд методик, и культуральный, и молекулярно-генетический, и сирологический, которые позволяют выявлять вегетативные клетки или споры кластридиозе дефицита, или ряд методов способны выявить токсины, А и Б молекулярно-генетические методы могут выявлять гены, кодирующие токсины, А и Б бинарный токсин. Ну и важно, что мы должны определять глутомат-дегидрогеназу, который является маркером наличия кластридиальной инфекции, правда она не говорит о том, токсигенный или нетоксигенный, это штамп. Кроме того, конечно, мы должны оценить общее состояние пациента, определив уровень лейкоцитов, цирреактивного белка и ряд других показателей, включая электролиты, для оценки степени тяжести и выявления осложнений. Не рекомендуется проведение повторного тестирования образцов стула у пациента с диареей и первично отрицательным результатом лабораторного тестирования для выявления гластридиальной инфекции. И также не рекомендуется определение фекальных биомаркеров воспарения, фекального кальпроцепутина, лактоферина, для определения тяжести или рецидива заболевания. В целом диагностика строится на оценке клинической картин, то есть стул более 3 раз, жидкий, токсины А и Б определяются, мы видим, что разные методы имеют чувствительность от 75 до 95%, глутамат для гидрогеназа является дополнительным критерием, но не позволяет высказаться о том, токсигенные или нетоксигенные штаммы, и, конечно, колоноскопии, которая появляет характерные макроскопические изменения толстой кишки. Что рекомендуется? Во-первых, рекомендуется отмена применяемой антибактериальной терапии и тех факторов, которые устранимы и способствовали возникновению антибиотико-ассоциированной диареи, кластидиоде с дефицителем асоциированной диареи. При этом не рекомендуется использование препаратов, замедляющих моторику, таких как лапирамид, но обязательно назначается регидрационная терапия. Ванкомицин назначается в дозе 125 мг перорально 4 раза в день в течение 10 дней с первым эпизодом клацидиальной инфекции и легкой степени тяжести как препарат первой линии. Также может быть назначен и метранидозол, и речь идет о назначении метранидозолу по 500 мг 3 раза в день перорально на 10-14 дней, если нет возможности назначить ванкомицин. Наверное, нашим будущим будет фидаксомицин. Этот препарат фидаксомицин есть в американских рекомендациях по 200 мг два раза в день назначается, пока нам он недоступен. Если тяжелое течение, то ванкомицин назначается по 125 мг 4 раза в день в течение 10 дней, причем нередко рекомендуется его назначение в сочетании с метранидозолом, которое уже назначается парентерально по 500 мг 3 раза в день каждые 8 часов. Если более тяжелое осложненное течение, то доза ванкомицина увеличивается до 500 мг перорально или через зонт 4 раза в день с осложненным течением. Мы можем говорить о том, что ванкомицин может в такой ситуации вводиться эректально по 500 мг на 100 мл физиологического раствора. Рекомендуется назначение метранидозола парентерально в таких ситуациях. Ну и в общем, чем более тяжелая степень тяжести к ластеридиодиоцифицили ассоциированные диареи, тем больше дозы назначаются. В том числе речь идет о пульс терапии ванкомицином. Мы видим, что если возникает рецидив заболевания, мы сходим с того, какими антибиотиками Мы лечили первый рецидив и начинаем со второго, либо манкомицин, либо метронедозол. Если у пациента тяжелое течение, повышается уровень лактата, лейкоцитоз превышает 20 на 10 в девятой степени, тут осмотр вместе с хирургом для решения вопроса хирургического лечения. Активно изучается роль трансплантации фекальной микробиоты. Мы понимаем, что это один из наиболее эффективных методов. Исследования показали, что это работает при хорошей селекции пациентов, поэтому это метод резерва. Что касается оценки эффективности лечения, то все-таки мы ориентируемся на клиническую картину, но не на повторное тестирование на токсины и кластридиодизы с дефицери, потому что это может приводить к гипердиагностике и необоснованному значению препаратов. Для вторичной профилактики рекомендуется сахарамицета буларди. Если у больного была уже кластридиальная инфекция, сахарамицета должны сопровождать антибактериальную терапию. Это демонстрирует проведенные систематические обзоры и метаанализы, которые показывают, что энтерол эффективен для вторичной профилактики. Важно, что данный штамм, на него не влияют никакие антибиотики. Ну, а что касается какого-то будущего, обсуждается роль препаратов биологической терапии, но пока они нам недоступны. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий Станиславович. Можно я задам вам два очень интересных вопроса? Сразу обсудим, поскольку это важно. Смотрите, госпитализированный пациент, у него, например, в отделении терапии или в отделении гастроэнтерологии развиваются симптомы, похожие на псевдомигронозный ковид. Мы должны такого пациента изолировать от других пациентов, находящихся с ним в палате? Это вот первый вопрос, который вечно дискутируется с инфекционистами. И они, кстати, таких больных на себя не забирают. Ну, потому что это скорее такая, так называемая, терапевтическая инфекция. Я показывал, что до 19% госпитализируемых имеют клостридиозис дефицеля. Другой вопрос, что реализация их патогенных свойств возникает в условиях ослабления организма и в условиях приема антибиотиков. Понимаете, здесь, конечно, если есть возможность такого больного изолировать, лучше его изолировать, потому что он является просто источником. Эта инфекция, он контаминирует окружающую среду, и те люди, которые с ним находятся вместе и, может быть, пока еще не являются носителями, с большой вероятностью носителями станут. Поэтому я скорее за то, чтобы изолировать. Потому что вот эти вопросы, на самом деле, они не отработаны. Ни в одном стационаре. Сколько я не спрашиваю у коллег, инфекционисты не хотят взять, поскольку нет внутренних таких документов. Хорошо. И второй вопрос. Представим, что пациент начал эридикационную терапию, и на третий день у него развивается диарейный синдром. Он звонит лечным врачу и говорит, у меня началась диарея. Я принимаю антибиотики по поводу хеликобактерной инфекции. Вот что нам в этом случае надо сделать, сказать, какие вопросы задать и решить, продолжить или нет? Это очень важный вопрос. Поскольку механизмом антибиотика СР на диарее может явиться прием самих антибиотиков и их прокинетического эффекта, а мы часть всего кларитромицин, который прокинетические эффекты оказывает, применяем, то это может быть не следствием воздействия антибиотиков на микрофлору. Но тем не менее, с практической точки зрения, обсуждая с пациентом необходимость 14-дневного курса эридикационной терапии, я спрашиваю, а у вас вообще как бывают эпизоды диареи? Были в анамнезе такие истории? Если они были, если у больного СРК с диареей, то я рекомендую энтерол за 2 недели до начала курса эридикационной терапии, потом, не прекращая приема энтерола, назначить все вот эти препараты. Мы сейчас с вами понимаем, что должны быть 4-компонентные схемы с ингибитором, амоксицелином, кларитромицином, висмутом, как терапией первой линии. Висмут здесь нам тоже помогает в определенной степени для профилактики антибиотиков с цирной диареей. Но поскольку мы видим, что есть убедительные доказательства, что рибомипид повышает эффективность эридикационной терапии, причем значимо повышает, он также является способом стабилизации вот этой вот кишечной стенки. Поэтому вот такая комбинация вполне способна предотвратить антибиотико-сцирную диарею и выполнить курс эридикации. Если это не предусмотрено и возникает на третий день, ну, подключайте в этой ситуации энтерол сразу и оценивайте дальнейшее течение. Если частота стула будет нарастать, будут появляться симптомы интоксикации, температуры и так далее, ну, значит, во-первых, больной нуждается в госпитализации, во-вторых, очевидно, в прекращении курса эридикации. Но тут нужно работать на профилактику. То есть, уважаемые коллеги, вот это важное замечание Дмитрия Станиславовича, что когда у пациента на фоне эридикации, хеликобактерной инфекции возникает диарея, ну, например, он у вас привык ходить с частотой один раз в три дня, начал принимать эридикационную терапию, стул стал каждый день, да еще и жидковатый. Но не всегда же это та диарея, которая нуждается в отмене эридикационной терапии. То есть здесь вот правильно Дмитрий Станиславович сказал, что нужно сориентироваться и не всегда отменять. И вот очень интересный вопрос. Возможно, сочетание кластридиального колита с дебютом ВЗК, на что ориентироваться тогда в этом случае без колоноскопии? Хо-хо-хо. Хороший вопрос. Вообще, сам все вопросы у больного, у которого не дебют ВЗК, а возможность присоединения кластридиальной инфекции и изменения клинической картины – это вообще отдельная проблема. А вы говорите, что два одновременно заболевания дебютируют, но мне как трудно это себе представить. Скорее всего, это будет что-то одно из этих двух. И если у вас будет диарея больше трех раз в день, и вы возьмете анализ на токсины А и В, и они будут у вас позитивны, скорее речь пойдет про кластридиодисдифицили, ассоциированную диарею. А вы ее должны прилечить и дальше больным заниматься. Если останутся подозрения на наличие ВЗК, ну, занимайтесь диагностикой. Ну, мы же всегда, Дмитрий Станчалович, проводим дифференциальный диагноз при диарейном синдроме. То есть даже когда мы подозреваем ВЗК, мы обязаны исключить ирсиний оск, клостридиальную инфекцию, кишечную инфекцию. Все это делается в процессе дифференциального диагноза. И колоноскопия как бы не является, наверное, вот в этом смысле решающим каким-то. Да, вот если бляшки мы увидим, то, конечно, это, наверное, псевдомембранозный. Но пока мы делаем колоноскопию, готовимся, мы можем исключить это другими способами. И вот такой вопрос... Я прошу прощения. Я просто специально подчеркнул, что псевдомембранозный колит – это не синоним клостридиодисдифицили, ассоциированной диареей. Все мембраны могут иметь и другое происхождение, в том числе и быть проявлением воспалительного заболевания кишечника. И очень хорошо, что вы сегодня подчеркнули, что если нет диареи, не нужно скринировать пациента на клостридиальную инфекцию. Потому что, ну, известно же, что часть населения у нас является носителями клостридиальной инфекции, но при этом она у них не активная. В связи с этим, возможно, слушатели не поняли и задают такой вопрос. При наличии метеоризма без диареи имеет смысл тестирование токсины клостриди? По-моему, вы четко ответили, да, что нет диареи, нет тестирования на клостриди. Нет диареи три и более раз, нет тестирования на клостриди. Спасибо, Дмитрий Станиславович. Пока вопросов больше нет. Коллеги, если эта тема затронула у вас до глубины души, пожалуйста, присылайте вопросы. Мы еще в течение дня постараемся сегодня ответить. Так, Дмитрий Станиславович? Спасибо большое, да, конечно.